Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Церковь празднует вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье. Почему для православных христиан это знаковый день? Во-первых, это окончание Великого Поста. Мы с вами уже говорили, что пост состоит из, собственно говоря, Святой Четыридесятницы и Страстной Седмицы, который начинается с вечера этого воскресного дня. Ну и событие, которое мы отмечаем, вход Господень в Иерусалим, оно очень, как вы сказали, знаковое для, собственно, евангельской истории. Это момент, когда Христос признан населением святого города, Иерусалима, признан Мессией, то есть Избавителем. Ему встречают, потому что услышали о совершенном им воскрешении Лазаря. Это произвело необыкновенное волнение в городе, потому что воскресить мертвеца, четверодневного мертвеца, это начало показать свою божественную силу, и народ в массе своей, ожидавший Мессию Избавителя, ожидавший напряженно, истово, поверил в то, что действительно царь Израилев теперь среди них. И поэтому, когда он приходит к Иерусалим, толпа народа встречает его ликующими кликами, постилает под ноги одежды, выходит навстречу ему с пальмовыми ветвями. Это такой символ, которым встречали победителей. Как бы происходит некий триумф в таком античном смысле этого слова, как вход в город царя и победителя. И, конечно, это совершенно особое такое явление в Евангелии, и для каждого христианина это особый день, вход в Господь Иерусалим. Ну и повторюсь, потому что начинается Старостная Седмица, начинается, собственно, вход, который внешне был обставлен как торжественный триумф, оборачивается судом, пытками, позорной казнью и погребением Христа Спасителя, потом его воскресением. Вот поэтому это такой совершенно особый день церковного календаря. Ну, в наше время мы вместо пальмовых листьев приносим в храм веточки вербы. Ну, скорее всего, не в нашем времени, а в нашем климате. Да, вот, скажем, у западных христиан так называется пальмовое воскресенье. Мы говорим вербное воскресенье, они говорят пальмовое. Ну, потому что у них пальмы растут, они их спокойно режут и приносят тоже в свои храмы, и встречают в этот день тоже праздник с пальмовыми ветвями, как и в деревне жителей Иерусалима. Ну, у нас пальмы не растут, поэтому у нас растет растение, которое к этому времени обычно начинает распускаться – это верба. И вот поэтому люди срезают вербу, и в подражание тем древним жителям Иерусалима мы стоим на наших службах с вербой, и тем самым изображая вот тех, кто встречал когда-то Христа Спасителя при его входе в священный город. – А в чем значение освящения вот этих вербных веточек? – Вы знаете, верба сама по себе, она никакого особого значения не имеет. Мы держим ее в руках в воспоминании того события, как я уже сказал, которое описано в Евангелии. Сама по себе верба не является никакой, так же, как березка на Троицу, никакой святыни, никакими особыми свойствами она не обладает, хотя вокруг нее масса суеверий, масса народу приходит в церковь. Уж на службе не постоять, но вербочку обязательно взять, вербочку освященную, потом кто в чай заваривает. То есть много очень таких народных суеверий, от самых невидных до таких, скажем, не очень хороших. Все это не имеет никакого отношения к действительности. Мы во время освящения, так называемую веру, мы читаем молитву, в которой просим Господа принять нас так же, как вот тех жителей Иерусалима. Мы как бы говорим о том, что мы и мы вместе с ними встречаем Господа. Мы молимся о том, чтобы Господь нас, не вербу, нас осветил, чтобы Господь нас бы принял. И наше ликование, и наше приветствие осанно в вышних благословенных гряды во имя Господне от нас бы приняло так же, как от древних жителей Иерусалима. Вот, собственно говоря, мы не просто вспоминаемся, как и часто это бывает в других церковных праздниках, мы не просто вспоминаем дела давно минувших дней, которые когда-то происходили, мы становимся соучастниками этого события. Мы там, мы внутри евангельской истории, мы вместе с теми, кто встречает Христа. И так будет всю Страстную Седмицу. Мы вместе в Гефсимании во время молитвы Христа. Мы как бы рядом, внутри той толпы, которая сопровождает его на Голгофу, которая видит его распятие, смерть. Вот недаром во многих церковных песнопениях, о песнопениях, праздниках, каких-то событиях употребляется слово «днесь», то есть сегодня, сейчас. Мы не вспоминаем, мы не ставим благочестивых спектаклей на какие-то темы. Мы участвуем вот в тех событиях, которые происходят. Происходят вот вместе с нами на наших глазах. Вот, собственно говоря, смысл вербы. Ну, а всё-таки, что делать с веточками освещенными? Да, ничего особенного не делать. Но есть традиция хранить до следующего года, до следующего верба на воскресенье. Потом это можно куда-то, я не знаю. Я знаю, старые бабушки такие, они эти вербочки хранили, потом наволочки из них набивали и себе подушечку в гроб готовили. Вот, допустим. Ну, опять же, это благочестивая такая традиция. Нет, ничего плохого. Но и чего-то особо духовного тоже нет. Ну, вот есть какие-то народные традиции. Можно просто сжечь. Уже через год после того, как у тебя новые вербы появятся. Вот я всегда так делал. У меня я приношу, наверное, на воскресенье у меня старый пучок вербы. Стоит я его в печку, а новые на его место поставил. То есть никаких каких-то специальных таких вот правил, что именно делать с вербами дальше не существует. Иногда их сажают. Вот есть такой хороший обычай. И тогда принес человек букетик вербы из храма, поставил не просто в стаканчик, где они засохли до будущего года, в воду. Они пускают корешки, пожалуйста, высадят. У тебя будет через лет 10-15 большой сад полностью заросшей вербой. Вот можно так поступить, да. А как лучше провести этот день? В храме. Конечно. В храме. Потому что все совершено. Вообще, вот это не начиная с этого воскресенья, до Пасхи хорошо бы всю неделю провести в храме. Потому что это особое совершенно время церковного года, особые праздники, празднования, особые воспоминания священные. Просто человеческое сердце, ну, как бы, раскрывается навстречу тем вот евангельским событиям, о которых мы вспоминаем. Это самое главное. Все остальные вещи, которые люди привыкли делать перед Пасхой – стирка, уборка, глажка, там, мытье окон, стирка занавесок, там, выбивание ковров, и даже приготовление куличей и крашеницей – все это очень тростепенные вещи. На них надо уделять, ну, самое необходимое только время, и не более того. Ни в коем случае нельзя… О, Великий четверг, там, какой там храм, какие там службы, тут у меня куличи подходят. Тесто вот-вот перестаится, да. Печь надо срочно. Вот, там, или пятницу, там, вот, яйца красить или еще что-то, да. А в четверг, там, мыть все, самому мыться, да. Это, конечно, такие традиции, которые, ну, мало очень имеют отношения к церковной жизни, да. – Вы уже сказали, что после вербного воскресения начинается Страстная Седмица. Вот, может, какие-то богослужения особенные, их обязательно надо посетить? – Я уже сказал, что чем больше, тем лучше надо времени прийти в церкви, но, конечно, обязательно надо быть в четверг, в Великий четверг. Все дни этого, этой Седмицы называются Великими. Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда. Вот Великий четверг – это день, когда церковь вспоминает тайную вечерю и установление, собственно говоря, таинства причащения. В этот день обязательно надо быть в храме и постараться изо всех сил приложить все усилия для того, чтобы причаститься к святых христовых тайн в день, когда это таинство установлено самим Христом Спасителем. Вот вечером надо обязательно побывать на службе, на которой читается 12 страстных Евангелий. То есть это практически страсти Христовые. В пятницу принято приходить к выносу плащаницы. Это особая служба, она обычно совершается днем, где-то в районе двух часов дня. И вечером в пятницу уже совершается особая тоже торжественная служба погребения Спасителя. Вот. И ну дальше вот уже, потому что суббота, воскресенье – это пасхальная идея. Спасибо, Владыка. До свидания. Спасибо. До свидания, уважаемые зрители. Ежегодная исповедь священников Барышской епархии немного затянулась. В коридоре шутят, за время пандемии батюшкины хватались грехов. На самом же деле, исповедь для священника не столько очищение от грехов, сколько облегчение души. К тому же, за прошедший год пообщаться лично с духовником епархии отцом Николаем Ливановым удавалось нечасто. Впрочем, ко времени начала общеепархиального собрания все успели излить батюшке все, что было на сердце. И к моменту, когда Владыка Филарет зашел в актовый зал, он был уже полон. Свою речь Владыка Филарет начал с поздравлений. Уже в воскресенье закончится Великий пост и начнется богатая на события Страстная неделя. Пасху же его преосвященство встретит за божественной литургией в Индинском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. А еще Владыка, даже несмотря на последние события в стране и мире, отметил, что у всего этого есть один огромный плюс, который затмит все минусы. Даже сейчас в государстве появилось понимание, как сохранить наши традиционные ценности. Традиционные ценности нам даны от Бога. Это зарплоди Божьи. Поэтому, конечно, преподавать в отрыве об упринании имени Божьего, это достаточно сложно занять. В связи со всем этим государство усиливает меры по противодействию терроризму. Соборы, храмы и церквушки, как места большого скопления православных людей, одни из первых целей злодеев. И тут нужно быть всегда на чеку, особенно батюшке-настоятелю. Государство не останется в стороне. Уже в скором времени каждой церкви присвоят квалификацию. Она будет зависеть от площади и вместимости. Исходя из этой квалификации, настоятелям придется принимать меры безопасности. Вот это нужно будет тоже нам заниматься, потому что это выдвинули в связи с тем, что терроризм у нас, так скажем, продолжает. Как сами знаете, терроризм безбожий. Что ж теперь сделать? Также Владыка рассказал, в каком формате в этом году будет проходить ежегодный крестный ход с чудотворной Ижадовско-Казанской иконой Божьей Матери. Эпидемиологическая обстановка улучшается. Но какова она будет в мае? Никто предугадать не берется. У нас как бы принесение, то есть у нас как бы таких встреч и массовое скопление людей, как бы опять не будем допускать. То есть приносим, ставим храм, совершаем молебны, собирается люди. Также на Общеепархиальном собрании обсудили множество вопросов от пожарной безопасности до духовного образования. Священноначалье дало батюшкам массу советов, которые помогут им как в жизни, так и в служении. Дмитрий Гурин, видеостудия Божьейской епархии, специально для Улправда ТВ.